Здравствуйте, уважаемые наши соискатели качественного света! Сегодня у нас в нашей лаборатории автомобиль Volkswagen Polo Sedan. Автомобиль российской сборки. Автомобиль всегда и во всех случаях комплектовался такой вот оптикой, как вы видите. Это H4 галогеновая оптика. Автомобиль, который вы видите сейчас, это человек, который очень долго созревал, он смотрел наши ролики, он, скажем, ввел переписку. Вот, в общем-то, он решился к уже такой вот более глобальной модернизации фар путем установки биксеноновых линз, которые обеспечивают как бы качественный ближний и дальний свет без ослепления встречных. Часто нам задают вопрос по поводу того, что почему вы не ставите омыватели. Скажем так, омыватели тема хорошая, но, к сожалению, скажу так, те, кто пользуются, знают, те, кто не пользуются, по закону они должны быть, по факту от них больше вреда, чем пользы. Это мое такое субъективное мнение. Почему? Потому что, если вы видели, когда едешь по трассе и фары у тебя чистые, не дай бог, пережал ручку и форсунка выдувает кучу пены, с которой создаёт, делает фару грязной. Это первый момент. Второй момент, когда даже фара грязная. Даже если помыть фары, то фактически они их не моют. Дай бог, чтобы оно сбило грязь. Пелена, которая ложится по трассе на фару, сами форсунки, даже оригинальные, они не моют фару. Это, к сожалению, такая вот, как бы, очевидная, как бы, и есть момент. Автокорректор, тоже за который часто говорят, в нём тоже очень относительная помощь. С одной стороны, это упрощает, как бы, задачу для блондинок. Если сидит за рулём адекватный человек, и его фары слепят встречных, ему об этом предупредит и намекнёт к первой встречной. И поэтому электрокорректора достаточно, чтобы опустить вниз фары, чтобы не слепить встречку. Так, что касательно данного автомобиля. Плюсы данного автомобиля, что фара снимается без снятия бампера. Это, как бы, для тех, кто соберётся это делать. Буквально откручиваются верхние две звёздочки, и ещё какие-то там, в общем-то, отключаются лампочки, и фара у нас в руках. Это то, что касательно снятия. То есть, в редкий случай, когда Volkswagen не надо колупать бампер. Это очевидный плюс. Минус в том, что это фары нераспаковываемые. Фары эти запакованы на полиуретановый такой вот говногерметик, как его называют многие мастера. Это жесточайшая такая резина, которую придётся нашему мастеру побороться с данной фарой. Фары запакованы на веки вечные, поэтому уже, скажем так, придётся нам использовать наш инструмент, нашу печь и всё остальное, и опыт. Главное, скажем, в этом деле опыт, умение распаковывать такие фары. То, что касательно комплекта. У нас на сегодня это одни из наших любимых линз. Это линзы G5 Moonlight EVO. Мы используем стандартные блоки розжига. Moonlight 5-го поколения. Слимовские. Стоят они относительно недорого. Работают как автомат Калашникова. Простые и надёжные, другими словами. Их будут в комплекте у нас использоваться лампочки того же самого производителя. Они предлагаются под именем PrimeX или Illtrade. По факту эти лампочки делаются на заводе, там где делаются. Вот если вы видите и разбираетесь в синоне, то вы видите, это классика жанра. Это тесловские лампочки, которые, скажем так, известны не только у нас. Они известны, в общем-то, по всему миру. Есть завод китайский, который делает, скажем, некоторых продают как корейские. То есть это китайские лампочки, делаются они очень качественно. Так, для того, смотрите, друзья, для того, чтобы на пальцах не объяснять, какой свет был, какой свет будет, мы сейчас, скажем так, будем, подключим такую же самую линзу с приблизительно такой же лампочкой и спроектируем это всё на стену. Он даже уже, вот, Василий Викторович уже спроектировал. Давайте, Василий Викторович, может быть, чуть-чуть дальше отойдём на уровень как машина, туда дальше, чтобы было видно, какой свет у нас, за какой свет у нас идёт борьба. Так, вот наш ближний свет. Это что это у нас? Ж5. Вот он наш идеальный, красивый, ближний свет. Если можно, Дмитрий, ну, включите нам ещё галогеновый родной свет. Мы сейчас просто, как бы, чтобы было... Да, дальний свет. Давайте, она сейчас, в принципе, в первую очередь рисует ближний. Так, закройте рукой, чтобы мы галоген увидели. Василий Викторович, не, 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 да, линзу закройте. О, вот, вот свет, с которым приехал наш полуавтомобиль, как его в народе называют. И плюс открываем линзу, включаем, да, ну, включаем, показываем. Так, ну, вот такой, вот, как бы, такая разница. Сейчас мы даже возьмём, закроем эту фару. Вот мы видим. Так, ну, галоген где-то, где-то там теряется, естественно. Повыше поднимите, чтобы мы видели. Повыше, ещё повыше, ещё повыше. О, галоген полностью закрыл. Перекрывается. Вот, смотрите, вот у нас две родные галогеновые фары светят и одна ксеноновая би-ксеноновая линза. Так, смотрим, что у нас и как у нас получается. Такой вот киборг у нас уже, сейчас машина стоит на тестировании и на регулировке света. Смотрим, что у нас в результате получилось. Фара у нас достаточно, скажем так, благодаря тому, что кто-то на заводе украл герметик. Фара, скажем так, распаковалась в среднем образом. Не супер легко и не супер тяжело. Вот, установлены у нас уже наши молочные ангельские огласки. Одни из наших любимых. Здесь установлены у нас NINZE Moonlight EVO. Сейчас мы посмотрим на то, какой свет у нас на данном этапе имеется. Вот у нас уже свет разгорелся. Камера несколько видит по-другому, нежели глаз. Вот сейчас потихонечку уже баланс белого безденна отражает то же самое, что есть на стенке. То есть у нас температура 4300. Это максимально эффективная. И максимально правильная температура, которая всепогодная. То есть она работает и на мокром асфальте, в том числе, за счет теплого. Ну и кроме того, она не сильно шарашит по глазам встречным. Если вдруг вы где-то там огибаете какой-то бугор, то есть где-то высыпанете глаза, вот будет не так сильно как бы кого-то ослепить. Это правильная температура. Рекомендуем для того, чтобы не слепить встречных. Вот такой у нас красивый дальний свет. Выглядит красиво, выглядит ярко. И в принципе, очень красиво эти глазки становятся в Hyundai, Kia и Volkswagen. Как это ни парадоксально, внешний вид, тот, который в последние годы дизайнерский внешний вид фары, он очень неплохо сочетается с английскими глазками, хотя некоторые еще называют это, скажем так, колхозом, не знаю. То есть на самом деле на некоторых машинах это очень даже уместно. Так вообще красиво. Такой свет у нас получился. Так, вот она у нас темень. Это горят только наши кольца, теодные, ближний, дальний свет. Глазки, ближний, дальний. Все красиво, все работает. Можно отпускать машинку. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok